Вы обсуждали, я отвечаю. Сергей, когда ты двигался по получению цивилизации, ты говорил о договоре. Вам могли бы привести пример, чем отличается договор от содержания, например, народной цивилизации и культуры? В чем содержание договора? Так как здесь в цивилизационной единице пока мы видим сам принцип договора, он больше разделяет на нас, то принцип заключает в том, что все важно для воспроизводства народа. И, соответственно, в этом договоре вот этот акцент введем. Все, что там происходит, если это мне выгодно и хорошо для воспроизводства, какого? Они важны. Я считаю, какого. И, соответственно, мне тогда и нормативы, законы, наверное, такие. То есть он предопределяет эту площадку. Я услышал. И критерии. Подстроить это так критерий, чтобы мое воспроизводство было максимально мне комфортно. Какое? Мое. Мало того, вопрос настолько значимый, что у нас вчерашний день начался с моделирования ситуации. Мы на троих проигрывали. На четырех. На четырех. Отдельность, потом совмещенность и потом жизнь после принятия. Так. Пожалуйста, подограды. Коллеги, если разрешите, мне будут два вопроса. Прежде всего хочу отдельно благодарить, настолько содержательно, потрясающе интересную презентацию. Благодарю. Однако у меня вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, а верно я понимаю, что кризис разворачивается внутри цивилизации? То есть не между странами, а кризис внутри цивилизации. Он грозит существованию цивилизации в общей. Кризис только в цивилизации или в стране? Где появляется кризис? То есть местное появление кризиса? Да. Какой кризис вы рассматриваете? В стране или на уровне конкретизации в странах, или на уровне конкретизации в цивилизации? У меня кризис мышления был. Там был кризис в стране, здесь был кризис мышления, а здесь еще какой-то кризис. Какой был кризис у Сережи? У Сережи, у него... Переведу, содержательно. То есть одно дело, мы показывали кризис мышления, как не говорили. Она организация. Детуксивщик, да, он в своем мышлении остановился, ему дальше не прийти. Говорит, у меня кризис, я не знаю, как ответить. И тогда за счет введения новых рамок, новых рамок, это одна сторона. Если сейчас, содержательно. Сначала мы кризис рассмотрели, что такое кризис вообще, безотносительно какого-то объекта. И на примере нечто мы показали, что такое кризис вообще. Соответственно, мы говорили, когда происходит автоматизация каждого... Автоматизация. Автоматизация. Как каждого, то если они начинают жить сами по себе, это кризис. То есть на примере цивилизации, то есть в нечто стране. Нечетовость и... Что такое страна? Это тоже нечто. Если она становится жить самостоятельно, и воспроизводится, и другие воспринимают как помеху, и уходят за пределы допустимости существования, кризис в стране. Идем дальше. Если, например, в социокультурном бытии, там тоже кризис может быть. То есть кризис это вообще в любом нечто. Мы вышли на то, что показали, какой кризис происходит на всей стране. Кризис содержательный в том, что экономический тип максимально морфологически ориентирован. И если он других будет воспринимать просто как ресурс, то придет к развалу цивилизационных конфиденций в стране. Нет, смотри, у нас особенность в чем? У нас взаимоблокировано. Сейчас, сейчас, Николай, давайте послушаем. Ответ получен или нет? Или что, куда тут уточнить надо? Здесь я пояснил, что у меня вызвало определенное недоумение. Можно? Благодарю. Что вы конкретизировали цивилизацию на цивилизационные типы стран. Попровенческого, народного и культурного типа. Одновременно в своем анализе кризиса и его влияния на цивилизацию как объект, вы не рассмотрели, на мой взгляд, принципиально изначально актуализацию цивилизации на положительное, на формное и морфологическое, скажем так, разветвление. Вот здесь вот все равно тройственность, у вас нет здесь как бы двоичности, которая может разорвать рамку цивилизации как объекта. Ага, вторая. Вот двоичность. Это как-то снимающий. Что показали, а как это мы смогли транслировать и понимаемость, будем стараться. У нас еще здесь, как мы размышляем, у нас в этой пирамидке кризис каждой части потом повышает напряженность. Кризис во мне дает потенциал кризиса в методологической команде. Здесь динамика путя. Методологическая команда дает кризис культуры. Кризис культуры создает потенциал кризиса в стране. Кризис в стране, в сообществе стран. И мы его обнаруживаем в каждой части. Кризис, мы находим понятие первопричину кризиса. И она пронизывает все бытие. Все находится на кризисе. Мне кажется, что сейчас на нашу рассудователь предупреждает акцент на дедуктивном мышлении. То есть в дедуктивном кризис не где-то в какой-то конкретике. Кризис, если мы вводим понятие кризиса, если мы вводим понятие кризиса как нечтовость, то когда мы рассматриваем любое нечто, мы предполагаем, что там может быть кризис. И тогда взгляд на любое нечто, он функционирующий. И возможность кризиса. Функционирующий. Возможность кризиса, когда разлетается в разные стороны. Но переход в синтез, снова функционирующий. Потом снова разлетание в разные стороны. Возможность кризиса, снова синтез. То есть это единая линия рассмышления мыслителя. То есть я после взаимодействия вижу уже по другому эту схему. То есть я в ходе взаимодействия меня подталкиваю, перешел в дедуктивное. Мне говорят, ты теперь смотришь как критерий. Ты смотришь как критерий. То есть ты не снимаешь последовательства затруднения. Ты видишь, что в взводах я вижу, рамка здесь, рамка здесь, рамка здесь. А отклоненность я вижу в каждом вот этом, динамическом. То есть меня теперь не собьют манипуляторских. Кризис здесь вот. Вот цивилизационный, блин. Мне говорят, я услышал слово цивилизационный, как змея на дудку сел такой, о, буду искать книжки про цивилизационность. Вот книжек подороже, куплю книжек подороже. Вот здесь пафосное заседание, короче, где про цивилизацию говорится. Буду ходить на собрание про цивилизацию. Мне же сказали, что цивилизационный кризис. Я теперь на такси деньги трачу. Мне сказали, в красном пиджаке нельзя, на заседании к цивилизационных кризису. В черно-белом только. Я пошел, купил семью аквилизацию. Так с ней реагировали. Контраст. А это индукционный поиск. Потребность-то есть разобраться? Вот он, поиск, да? Постальный поиск этого крика. Где же кризис? Где же цивилизационность? Я же больше напугаю это меня. Мы хотели показать контраст не только содержательный, но контраст в движении мыслей. Точно. Благодарю. Сюда. Так, вопрос, пожалуйста. Так как вы по мышлению, а в основном имеете право дорабатывать керамические схемы, так точно, сами того уточняем. Какие с кем вы уточняете? Керамические схемы. Пожалуйста, чем отличается... Я, это. Да, да. Чем отличается... Я. Отвечие от рамки вот этой, от этой рамки. Чего же рамки, да? Я могу остановиться к нашему сейчас отношению? Пойдем. Сейчас я подкопитываю. Вот эту. Хороший вопрос. Когда я шел индуктивист, я шел вот эту. Вот эта схема занесена индуктивистом, который пытался в ней что-то раздвинуть. Поэтому на этот вопрос пока не обсуждали, а в группе разберемся. У нас была на второй пленарке эта схема. То есть, обратили внимание. И там вопрос... Мы помним пустоцик. Да, да, да. Хорошо. То есть... Нет. А, да, да, да. То есть, данную схему нужно считать как вот эта схема. Давай объясним. Давай объясним. Давай объясним. Я, как мы с цветом нарисовал. Зеленого глава. Читал вот эту схему. Хорошо. Темно. Здесь... Вот это раме потенциального раскрывается в мета-ромбе. Единица и единица, которая внешняя рамка полной потенциальной. Была раньше рамкой ромбы. А теперь она стала вот такой штукой, которая... Мы встретили дедуктивиста. Вы можете после окончания еще много чего интересного разобраться. О! В реале это одни и те же рамки. Это то же самое. Содержание, на чем я не считаю. Возникает вопрос, когда... Вас зовут. Возникает вопрос в первом тексте, что когда аналитик сказал о том, что он сам поделился, он знает, что такое графико, и как медицируется, и как работать в руках-то схемы. Можно дать сюда? Скажите, пожалуйста, Вы написали, что у Вас баланс обеспечивается здесь. А проговорили, что экономика, как цикл, связан только с увеличением прибыли. Это я верно? Я правильно понял вас по схемыртизации? То есть, вот это не экономика, балансируется все вне экономики, а экономика только для того, чтобы обеспечить дельты деньги. И вот смотрел все. Здесь самый важный момент. Мы это рассмотрели в первую очередь функционально. Функционально. Экономика это с прибылью. Функционально. А не как содержательный устроен. Там же есть производство? Конечно, есть. Но не главное. Главное, как из этого производства, прибыль. Сергей, функциональная экономика вообще? А? Функциональная экономика вообще? Человек. Препозначен. Причем. Балансируется. У вас и предложение. Критерий баланса это деппы деньги. Он в деньгах выражается. Когда у нас баланс, есть баланс, нет баланса, инфляция. График и есть. И в деньгах мы разбалансировку видим. Предельная гармоничность, совмещенность. Так, в район, инфляция, скачки цен, высокая волатильность, все дела. А без цели денег. Мы видим, баланс сохраняется в полоте. Есть гармония в балансе, нет гармонии в балансе. Как ты без денег увеличишь? А балансы не различены чем? Спросом и предложением. Мы же уже озвучили. Вот, рисунок. Надо подписать. Спрос и предложение. У нас, когда, еще раз напомню, приземляется цивилизация, нам нужно этот блок воспроизводить. Гибкость потребностей постоянно у нас появляется место, это спрос. и сожжите место производства. Здесь, как стиль. Вот знаете, баланс нарисован вверху, а потом нарисован. А потом нарисован экономика. Поясните, просто эту графику, и все. Какую? Как критерий завершенность цикла, который совмещает баланс спроса и предложения. У нас в обмен кладется, и у нас, когда появляется критерий, не один перепятствует с помощью манипуляции, битолога или другой акцент. Вот эти, вот прочитайте, вот эту схему, как схему социодинамики. У нас есть согласованность, ой, есть согласованность, которая перейдет в совместность, единый цикл, все учитываются, или уйдет в приоритет одного или этого, или в индивидуальности. Индивидуальность, совместность. У нас экономический баланс, как предикат экономики, дает возможность совместности гарантировать. Или здесь по отдельности, производство и экономика, и соответственно. Спросы, надо делать. А я бы сейчас не углублялся в само содержание, такой замысел мыслительный, не содержательный. Мыслительный в чем заключается? Если всё, что всё, любое нечто, устроено как воспроизводство, рефлексивная организация воспроизводства и есть критерии, обеспечивающие это, то мы как мыслители и рассматриваем через это любой объект. Соответственно, мы решили посмотреть на воспроизводство чего? То, что надо для социокультурного бытия, как одно, моно. Не разная экономика, не разный товар, не разное производство. Это одно, как моно, то, что обеспечивает социокультурно всем, чем надо. И тогда мы рассматриваем, что в этом плане, что является действием? Производство, непосредственно то, что производит и его можно потрогать. Производство, опять функциональное, да? Есть площадка согласовательная. Всё зависит от того, как она организована. Либо манипулятивным образом, либо она предельно, как мы говорили, эта площадка. Если вот эту площадку организовать вот таким образом, это совершенно другое согласование. Здесь никакой манипуляции в принципе не может быть. Здесь всегда будет что? Баланс спрос и предложение. Почему? Потому что предельно не случайно это будет выведено. И все случайные вопросы, как проводить обмен, будут проведены по пятидочной рефлексии, где в конце будет проект. Баланс должен быть таким. Как обеспечить этот баланс? Его обеспечить надо что? Критериальности. Денежная масса, которая бы и могла воспроизводить этот баланс и в дальнейшем могла помогать налаживать производство. Поэтому здесь мы показали не само производство, чтобы в экономике нет производства. Мы показали как функциональное место то, что должно обеспечить производство чего? Денег как критериев для обеспечения этого баланса. Опять же, это гипотеза мыслительная, а не содержательная. А содержательная я был. А что? В чем плюс? В чем плюс наращивания денег прибыли? Я могу на внешних уровнях защитить свою промышленность, защитить свои интересы, защитить свои товары. Мне это, что денег сюда нужна. Вы называете деньги как февалент и как критерий. Все-таки это у вас как февалент и как критерий? Это есть критерии. То есть, когда возникает проблема, как... По мнению группы и февалент есть критерия. Если деньги как функция, то это критерий, не как бумага, как функция. Деньги занимают функции критерий. И деньги как функция. Тогда экономика это то, что увеличивает количество критериев. Да? Да. И тогда через увеличенное количество критериев обеспечивается адекватное согласование. Да? Баланс. По поводу чего? По поводу того, что произведено. Спасибо большое. Так, вопросы еще есть? Сюда же, в продолжение. Вы можете сюда пальцем показать, где все-таки экономика? Вот это и вот это вместе все. А, вот это экономика. Это экономика. Это как деятельность в стране. Это такого площадка. А это индустрия. Да, то есть торговая площадка у вас вне экономики в стране получается, да? Это все в стране. Вот, значит, тихо-тихо. Артур, ты не ругал. Тихо-тихо-тихо. Посмотри. Опять разница интуктивного взгляда и недруктивного. Точнее, торгиевного взгляда есть. Интуктивный взгляд, я не говорю, что я еще сам принцип, да? А что это без этого и без этого? Можно сказать, что да. А я говорю, а если во всем этом увидеть вот это? То есть это одно. Вот это одно. Это одно. Это одно. Это одно. Это проявление вот этого принципа. И это одно, а не разное. Вы этот принцип вы рисовываете в страну. У нас функционально пять блоков. Тогда я и спрашиваю, у нас там блок деятельности есть, блок экономики есть. А я говорю, а мы в замену как бы внесли что? Деятельность. Вы схему страны поменяете, получается? Ну хорошо. Вот схема страны. Да? Есть деятельность на месте. Есть экономические. Есть выдач, где происходит взаимодействие. Есть финансы, сервис, так что? Обеспечивающие что? Выдач. Они что? ЭГСПП. ЭГСПП. Для обеспечения того, что бы могло бы спросить. А потом уже он, как финансовый сервис, становится тем, выделяется как самостоятельные единицы. Но можно рассмотреть деятельность как саму по себе. Рынок как сам по себе. Экономику можно рассмотреть как саму по себе. А если посмотреть на это как модно, как едино. А что это такое? Вот это. А что такое? Как одно. Они как три раза, а в них еще много-много-много чего разного. Это одно. То есть если на схему смотреть... Это не означает, что там два бока в стране. Они как-то ими. Словно же. А если мы рассматриваем через закон, который дедукцию не предопределяет, я через очки смотрю на это. Вот это то, что в действии. Оно делает. Делает. Проявляет. Это что делает? Баланс ищет. Между чем? Между одним произведенным и другим произведенным. А это что? А это критерия пистичных. Каким? Денежными, финансовыми. Для того, чтобы это все огурсилось. И не было затыков. Это сколько? Это как? А каким образом? А куда? Для этого нужна вот эта часть. А спрос когда кем у вас? Скажи, пожалуйста. За кого? Спрос предложения. То есть спрос и приготовление это между двумя деятельностями? Опять же, это спрос предложения не между двумя деятельностями. То есть мы говорим о нашей стране. То есть это же не в деятельности технологичной. И смотрите опять. Рынок технологический. А когда технологический? Когда только вот это. Но это же в стране. Соответственно, это не только рынок технологический. Это что? Рынок спроса предложения чего? Всего, что в стране есть. Ну там уже написано. Кто на рынок ходит? Там уже на ресурс. Где написано? Где написано? Почему? У вас здесь обладательная схема? Здесь. Там где написано? Там где написано? Я как подполагин. Поначалу воспринимал схемы как иконы. А потом они стали у нас в руку представительственного действия идеальными объектами. И я по-другому стал на них. Вот смотрите. Сейчас это не означает... Нет, нет, нет. Там другая икона. Здесь эта икона. А смотри какой интересный момент. Вот смотрите, у нас опять же у Николаевича важный момент. Вот мы смотрим на схему страны. И смотрите. Берем этот друг. Он какой? Он процессуальный. Начинается все за жизнедеятельности. Потом что? Безутруднение. Появляется другое. Потом появляется... В случае сходим согласования. Согласование с несложностью появляется критерий. Другого человека предъявления появилась семья. Потом род. А где? Функциональный взгляд на них. А это что все вместе? Это как одно. Ну, сейчас найдем, прочитаем книжки. Вот один. И поэтому здесь момент такой, что мы же не презентуем, что мы правы, что сейчас сказали. И покусились на что мы перестроили и переделали. Нет, а он вчера не при пивничке сказал. Это не книга, а вчера сказал. Сережа, ты какую цель ставишь? Ну, как вы, вырастить у Артура правильное понимание? Понимаем, понимаем, понимаем. Убирай, пожалуйста. Субтитры сделал. Нет. 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 Встреча, круг Франции, можно сказать, расширился горизонт своего влияния до Аяской и до всяких других территорий. Ну и слава богу, что есть организационный механизм лице игротехники, который может все время остановиться. Я остановился. Но модельность должна быть не только в выступлении группы, которая, в общем-то, была утеряна, скажем так, но и в ответственном вопросе. Алексей Сергеевич, частично утеряна была. Нет, ну, разлив был большой. Да, конечно. А мы готовы к финальному. В общем, надо не терять жанра. Закончить-то можно или вы снимаете, как метр-игротехнику? А ты в этой истину хочешь... Нет, нет, не хочу, Алексей Сергеевич. Я хочу для себя, как для позиционера, я же не обвиняю сейчас ребят, что они там что-то неправильно сделали. Я сейчас не обвиняю сейчас ребят, что они там что-то неправильно сделали. Понять просто пытаюсь. Если вы, как бы, это, как это, узаканиваете продолжение, мы продолжим. Если нет, пойдем обвинять. Чтобы минимизировать. Я за то, чтобы в течение дня вы успели хотя бы две группы обвинять. А, Алексей Сергеевич, вы по этому комментарии можете прощать. Вы скажите тогда, Алексей Сергеевич, мы продолжаем, а мы заканчиваем. Я призываю к соразмерности, а не к безразмерности. Своим примером. Просто смотрите, ребята, как бы, и Коля, это очень ярко. Задай вопрос, да? Вот когда ты задаешь вопрос, или там, Валерий задает вопрос, ты думаешь, она что? Она просветлела настолько, что уже не будет задавать вопроса? Она смогла проглотить то, что ей дали, но весьма частично. Потому что сложный вопрос, сложный ответ, и здесь можно до посинения выяснять. Поэтому, если нет вопроса, а как компактно задавать вопрос, как компактно отвечать на вопрос, чтобы успеть и дать дорогу следующей группе, и так далее. Правильно? Да. Поэтому я думаю, что пока достаточно, сколько могли, подергали группу, это нормально. Было за что подергать? Вот. А группа, насколько могла, творческая саму выразилась. Да. И здесь тоже хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Высекает вопрос в группе. Мы сейчас рефлексивно к вам будем относиться или на обед? На обед. За обедом как раз. За обедом рефлексивен. А после обеда отнесемся, да? Да. И поскольку поедим, то уже более спокойно. Да. Только так. А почему у нас было? Голос. Обед. Обед. Обед.